Что значит ключевой запрос, ключевые слова, теги? И зачем все это? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана, рубрика «Вопрос-ответ-мастер» в моем YouTube-канале. Ключевой запрос, ключевые слова, теги – это слова и фразы, с помощью которых в интернете люди находят нужную информацию. Ключевой запрос, поисковый запрос, ключевые слова, теги, запрос – это синонимы. Если вы продаете свои изделия, товары, ваши ключевые запросы, ключевые слова будут о товаре. Итак, предлагаю рассмотреть на таком примере. Мы напишем «Kids Table» на английском, «Выдача Google». Мы напишем «Летнее женское платье» на английском, на Etsy. И обратите внимание, кстати, мы сейчас это написали, у меня в выдаче первая строка рекламная, вторая, третья, обратите внимание, что изделие на модели, изделие на человеке. Это так, о контенте. Следующее. Мы это написали в поиске. Что нам надо обратить внимание? Вы так пишете, вот как мы написали эту фразу. Другие люди точно так же пишут или чуть-чуть по-другому. И каждый поисковик собирает информацию и суммирует, сколько раз именно так люди написали в строке поиска такую фразу. И потом он выдает статистику по ключевым запросам, ключевым словам, которые применяют люди, чтобы найти такой товар. А вам, как продавцу, если вы хотите, чтобы ваш сайт и ваш товар нашли в интернете, нужно использовать в описании товара, в листинге, в тайтл, тегах, в описании, те слова и фразы, какие применяют именно ваши покупатели, не меняя их, не придумывая свои. Получается, ключевые запросы, ключевые слова, теги. Это словно крючки, с помощью которых ваш потенциальный клиент может найти в интернете ваш товар. Если у вас такого крючка нет, то покупателю, который пишет эту фразу в поиске, ваш товар поисковиками показываться не будет, покажут товары конкурентов. Например, более подробно, детский деревянный стол, kids wooden table, чтобы ваша карточка товара стала для человека видимой, если он пишет на английском эту фразу, вам в своей карточке товара нужно применять эту фразу, kids wooden table или детский деревянный стол, если вы продаете русскоязычную аудиторию. Какие самые популярные сейчас поисковые системы в мире? По статистике на 2020 была такая, по Google, доля рынка на 2020 92,16%, Bing 2,88%, Yahoo 1,52%, Baidu доля рынка 1,14%. Вам нужно обращать внимание на эту статистику, когда вы продаете в Америку, в англоязычные страны. А если вы продаете в Азию, если вы продаете в ту же Корею, Японию, Китай, там другие популярные поисковые системы. Но нам с вами, Google это номер один. Зачем мы смотрим на такую статистику? Чтобы нам с вами понимать, чьими сервисами, по ключевым словам, нам стоит пользоваться, на чью собранную статистику обращать внимание. Например, когда я готовлю свою Etsy консультацию и сопровождение, я всегда подбираю 5 наборов тегов для мастера. И обращаю внимание на пункты, куда будем продавать в США. Главная поисковая система в США – это Google. Поэтому я смотрю статистику по ключевым словам в Google Ads и смотрю на Etsy результаты. В Google Ads я выбираю в настройках США, выбираю язык английский, а на Etsy результаты вбиваю вот эту фразу, как мы с вами написали. Салон, секундочку, это мой магазин, открытый, висит. А вот когда мы написали по платью, либо, например, что-то по детскому будем писать, мы таким образом с вами начинаем смотреть две цифры. Что нам показал Google Ads, что показал Etsy. В Google Ads, еще раз обращаю внимание, это количество запросов в среднем месяц по США. Вот сколько раз такую фразу люди написали. А на Etsy сколько выставлено листингов, сколько товара. Мы начинаем анализировать, сравнивать и потом начинаем понимать, как нам расставлять ключевые запросы там среди 13 тегов. Что будет у нас стоять на первом месте, что на втором, на третьем. Получается, друзья, я делаю выборку вручную по ключевым словам из первоисточников. Я не использую другие сторонние программы. Для того, чтобы вам было легче, я написала книгу и к ней добавила чек-лист, в который самый-самый главный ключевой такой момент. Вы должны себе задать вопрос. Когда вы хотите найти правильно ключевые слова по вашему товару, вы должны себе задать вопрос. А что именно вы продаете? И на него отвечать. И самый главный этот вопрос мы стараемся с вами ответить. Я еще такой сложный запрос взяла. Вернемся к нашему примеру с детским столом. Что именно вы продаете? Детский стол. Вот здесь еще нужно быть очень внимательным. За границей по-разному можно перевести фразу детский, слово детский. Нужно учитывать и возраст ребенка, и как люди говорят в шадах, какие есть синонимы. Для чего это очень важно? Потому что, например, в Америке по-разному называют деток. И естественно, когда человек ищет какой-то определенный товар, он использует 1, 3, 5 запросов. Но не все там 10, 20, 100, которые существуют по этому виду товара. Поэтому, что именно вы продаете, нужно подбирать с синонимами. И получается, я себе перевожу в Google, как переводится детский стол на английском. И вот перевожу, перевожу, получила перевод, выписала, да. Children's Kids Table, Babys Table, Toldres Table. Перевела. А потом, что я еще дальше делаю? Получается, я захожу после этого в Google Ads. Я захожу на Etsy и начинаю проверять эти ключевые запросы. А возможно, люди пишут немного по-другому. А возможно, люди пишут не так, как я написала, да, как мне Google перевел. А вот без апострофа, может, люди пишут не детский, а может, пишут люди дети, стол, ребенок, стол. Дословно, да, получается. И нам нужно применять те ключевые запросы, мы помним, которые пишут наши клиенты. Поэтому нужно зайти в Google Ads, поэтому нужно зайти, посмотреть на Etsy и сравнивать эти ключевые запросы. Но у нас сегодня в видео главный вопрос не такой. Он был какой? Мне Арина задала, что значит ключевой запрос? Это то, что я хочу найти? Фактически, да, вы правильно для себя перевели. Это то, что вы хотите найти, вернее, люди, то, что хотят найти. Это ключевые запросы. Выводы. Ключевые запросы, ключевые слова, теги делают вашу карточку товара. Ваш листинг, ваш сайт, видимым в интернете для ваших клиентов. Если вы неправильно, не так, как клиенты пишете, ваши главные слова, вот эти, вас в интернете не найдут. Большинство социальных сетей работает на основании ключевых слов. Если вы хотите быть видимым в социальных сетях и там, а не только на своем сайте, вам нужно применять ключевые запросы. Ключевые запросы, ключевые слова, теги важно подбирать и применять на своем сайте в социальных сетях на том языке, который используют ваши клиенты. Хотите продавать в США? Ваш основной язык английский. Все на сайте и в социальных сетях на английском. Ключевые запросы, ключевые слова, теги на английском. Не надейтесь на автоматические переводчики. Для Google основной язык это тот язык, на котором вы изначально загружаете текст, а не на котором вы хотите, чтобы он сделал автоматический перевод. Друзья, если вам нужна помощь, загляните на мой сайт. У меня на сайте и книг много получается, и помощь есть, и услуги, и консультации. Есть набор для новичков. AdCiseo 5 книг для новичка. Скидка стоит 50%. Кому интересно, почитайте, посмотрите. А я хочу вам открыть свой листинг. Еще раз подчеркнуть, где мы правильно применяем ключевые слова. Вот это здесь первая часть. Потом, секундочку, я зря нажала эту опцию. Мы перемещаемся дальше. Description. Description на английском я пишу достаточно большое, большое, большое. Почему? Потому что на самом деле я пишу не только для людей, а для и поисковиков. И следующий момент. Вот эти 13 ключевых запросов, которые мы указываем. Мы тоже отмечаем для себя, что в первую очередь, какой главный наш ключевой запрос по этому товару. У меня информация, у меня статьи, у меня книги. У меня чуть-чуть по-другому. У вас будет по-другому. Но самое главное, на что обращаю внимание ваше. Первое. Что вы продаете. А второй момент, чтобы вы правильно определили те ключевые запросы, как их применяют за границей. Вот здесь, на примере именно детского стола, я призываю вас это запомнить. Потому что бывает чуть-чуть по-разному. Когда Google переводит, как русскоязычный, скажем такое, название перевод, бывает такое. И, к сожалению, потом, если вы это применяете, вы не можете найти. Поэтому, если вы, например, добавили теги, вот тут внизу, открыли как покупатель. Пожалуйста, вы эти теги точно так же можете проверить, написав в поисковой строке Etsy. Если мы говорим про Etsy, вот этот ключевой запрос. И посмотреть, а сколько результатов, сколько товара выставлено по этому ключевому запросу. Если по этому ключевому запросу вы понимаете, что на Etsy, на любом маркетплейсе, уже эти товары, вид товара, давно продаются. А у вас в выдаче 0-10 результатов, либо когда вы в Google Ads будете проверять, и Google вам показывает, что ищет от 0 до 10 человек или вообще 0, то вы должны осознавать, что у вас неправильный перевод. Чудес не бывает. Мы все сейчас на данном этапе продаем типовые товары, которые уже до нас продавались в интернете, и которые уже до нас продавались и продаются, да, и в Google, и на других поисковиках, и в маркетплейсах, и на других сайтах. Поэтому ваша задача внимательно относиться к цифрам и к подбору ключевых запросов. Получается, еще раз вывод, да, самое главное, что ключевые слова, ключевые запросы, запросы, это все синонимы. И для того, чтобы ваш сайт стал видимым в интернете, любой сайт, на любом языке, вам на соответствующем языке нужно подобрать вот эти слова и фразы, по которым люди в интернете находят товары, информацию, все, что вы продаете. Друзья, если у вас есть вопросы на эту тему, задавайте. Я стараюсь писать и отвечать вам в видео. С вами была Прохоровская и Светлана. Удачи вам во всем, удачи вам в продажах за границу. И пока, до встречи в следующих видео.